друзья всем привет софин прошла неделя мы по-прежнему находимся на карантине который нам продлили до 22 марта какие ограничения они совершенно не изменились и о них вы можете узнать на наших видео которые ссылка на которых будет внизу я лично с трудом верю что 22 числа закончится карантин почему 25 марта в греции национальный праздник день независимости в этом году круглая дата 200 лет ежегодные парады военные и демонстрации проводятся в открытом режиме в этом же году правительство объявило что военный парад мы сможем посмотреть только по телевизору второе 29 марта это число до которого будут закрыты все школы ну а завтра у нас чистый понедельник выходной день в этот день по традиции греки запускают воздушных змеев что символизирует поднятие очищенной души над землей заканчивая карантине завтра на своем youtube канале я помещу видео отчета самоизоляции як смена украинцев которые приехали в грецию теперь о туризме греция единственная страна яс которая выдает визы я думаю что это серьезное намерение греческого правительства не пропустить туристический сезон мимо чтобы он не пролетел ну и плюс к тому же власти объявили 14 мая официальной датой открытия туристического сезона естественно с оговоркой если будет все нормально а что значит нормально мы все знаем хорошо но первый туристический тест драйв как сообщили вчера средства массовой информации уже в апреле проведут жители израиля 14 мая то есть дня официального открытия сезона греция планирует пропускать туристов из третьих стран куда входит россия украина и беларусь с 15 же мая расширяется список городов куда будут прилетать самолеты из-за рубежа это салоники корфу ираклио столица крита родос и кос в настоящее время долететь в грецию можно только в аэропорт города афин ну друзья наверное самая приятная новость для туристов зачитаю ее начиная с 14 мая приезд туристов грецию не будет связан с вопросом вакцинации главный критерий пропуск в страну это отрицательный тест при прилете экспресс-тесты будут проводить избранно они всем подряд самоизоляция на 7 дней будет отменена но в случае заболевания туристов стране все затраты на лечение оплачивает государство другими словами лечение заболевшего туриста будет бесплатным дай бог конечно чтобы никто не болел а теперь информация для яхтсменов и для любителей моря для желающих провести отпуск на яхте так как правительство официально объявило об открытии сезона с 14 мая началось более активное движение по бронированию яхт настоящее время яхты бронируются на лето и на осень но для тех кто хочет провести свой отпуск на яхте нужно поторопиться потому что количество яхт уменьшается еще связи с тем что очень многие люди те которые забронировали яхту на весну этого года а чартер не состоялся переносит свои чартеры свой отдых на осень мы также перенесли нашу регату элада с весны на осень и она состоится со 2 по 9 октября будем рады если вы присоединитесь теперь хочу ответить друзья на ваши вопросы итак вопрос номер один какие правила после семидневной самоизоляции как я сказал самоизоляцию хотят отменить после официального открытия сезона на сегодняшний момент на сегодняшний день после проводения самоизоляции правила для приезжих точно такие же как и для местных жителей то есть отправление смс-ки ограничения комендантский час вопрос номер 2 тесты платные при прилете в аэропорт афин или бесплатные отвечаю все тесты при прилете бесплатные и избирательно проводятся третий вопрос передвижение по территории греции имеется ввиду передвижение между городами его можно осуществить осуществить на самолете поезде автобусе микроавтобусе личном автомобиле рассмотрим два случая мой личный и пример моих друзей из украины имея разрешение двигаться в районе передвигаться в районе атики по работе я однако не могу поехать в салоники для того чтобы я поехал по работе в салоники я должен оттуда иметь приглашение в котором будет указано что я туда еду для выполнения определенной работы теперь мои друзья из украины яхты которых стоят в привязи чтобы добраться туда они заказали микроавтобус микроавтобус их забирает из дому и ведет место назначения но для этого они также имеют разрешение которые получили в греческом консульстве то есть без этого разрешения они поехать в привязу не могут друзья по традиции о погоде у нас сегодня плюс 17 светит солнце вода в море плюс 14 все цветет и пахнет особенно мандарины и апельсины всем хорошего настроения подписывайтесь на наш канал до новых встреч